Матфея, 27 глава. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. Когда предают смерти человека, я думаю, что должны быть ужасные последствия его жизни. Когда человека обвиняют на какие-то сроки заключения и большие, человек должен совершить что-то ужасное. Мы видим здесь, что рано утром собрались первосвященники и старейшины Израилевы. Для чего? Для того, чтобы рассуждать, как погубить праведника. Знаете, по каким параметрам можно определить хорошего человека и плохого? Или как можно определить, человек праведный это или человек неправедный? Человек беззаконник. Или как можно доказать, что человек действительно верит в Бога? Ведь сегодня мы можем и читаем, и понимаем, что и бесы веруют. И если даже сегодня взять, пойти туда, в даунтаун, то есть в город, и спрашивать людей, верят ли они в Бога, то я думаю, что сегодня очень большой процент людей скажут, да, они действительно верят в Бога. И я думаю, что очень сложно, может быть, будет найти тех, которые будут сомневаться или не верить. Знаете, определить праведного или святого человека по его походке или по одежде, я думаю, что практически это невозможно. Христос однажды сказал фарисеям, знаете, что по наружности они прекрасно выглядят. По наружности они, что люди удивляются, как они ведут себя. Они становятся на углу, на перекрестке, где видят их все, долго молятся. Но Христос сказал, что выглядите-то вы прекрасно, но внутри-то у вас совершенно другое. Внутри-то вы, как гробы окрашены, внутри-то полной мерзости и зла. Знаете, очень трудно определить человека по внешности, что он праведный человек. В четвертой книге Царств описывается событие о человеке Божьем, о Елисее. Этот человек, человек Божий, проходил постоянно в саном, может, по определенной дороге, по определенным своим условиям и по своему желанию куда-то шел и заходил все время к одной богатой женщине, в одну семью. И обратите внимание, что в этом саноме эта женщина, после ее определенных дней, может быть, определенного времени, когда Елисей останавливался в этом доме, она определила и говорит мужу своему, что человек, который постоянно заходит к нам, это святой человек, это человек-праведник. Давай сделаем ему комнату, давай оборудуем как-то. Как она определила Елисея, человека Божия, что это человек святой? Знаете, иногда мы можем определить или сказать о человеке что-то доброе, засвидетельствовать, если мы его хорошо знаем. Иногда мы смотрим в наших детях, меняется характер, меняются поступки, меняются действия, и мы не можем определить. Вроде кажется, мы вкладываем в них все доброе, а в них что-то вырастает то, что нас внутри не воспринимает, и мы не можем понять. И тогда мы спрашиваем, а с кем ты дружишь? А кто твои друзья? В каком обществе ты постоянно находишься? Кто тебя интересует? Где ты больше время проводишь свое? Потому что такая пословица русская или поговорка говорит, что скажи мне, кто твой друг, с кем ты больше всего время проводишь? Я скажу, кто ты. То есть мы можем определить человека, почему он меняется, с кем он находится в обществе, с кем он находится большее время своего провождения. Знаете, в любом случае у праведника есть что-то особенное, что отличает его от других. Что-то есть особенного то, что нету в другом человеке. Почему мы и говорим, что это праведный человек. Давайте прочитаем вот из этой же главы, из 27 главы Евангелия Матфея, с 11 стиха до 24. Иисус же встал перед правителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвинили его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь ли, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычаи отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались, они сказали им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его прислала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ против просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемую Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал, «Невиновен я в крови праведника всего». Смотрите вы. Интересно, мы слышим, что говорит жена. То есть она посылает слугу или посылает воина к Пилату и говорит ему о своем состоянии, которое она пережила, то ли видела сон, то ли что. Она говорит, «Я в ночи во сне много пострадала, не делай ничего праведнику тому». Знала ли она Христа раньше? Я думаю, знала. Потому что невозможно засвидетельствовать и сказать, что это человек праведный, не зная или не слыша о нем ничего. Знал ли Пилат о Христе? Я думаю, тоже знал. Слово Божие нам много не говорит. Но когда мы читаем 24 стих, сам Пилат говорит, когда он умывает руки свои перед народом, взяв воды, взяв умывальницу и омыл и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего». У человека есть одна лишь возможность доказать, что он действительно верит в Бога и живет для Бога, и живет с Богом. Это праведностью своей жизни. Знаете, есть такое выражение, я прочитал как-то однажды, кто-то сказал, я не помню, что «бросьте в отдельный угол праведника, который внутри себя носит богатство высшего мира, Царство Божие. Окружите его всеми возможными бедствиями. Ничто не поколеблет внутри него спокойствие его духа. Потому что свет, жизнь и сила божественные всегда и везде неразлучно с ним». Может быть, для молодежи непонятный текст, более как-то сложный, русский. «Возьмите праведника и поселите его условия, невозможные для человека. Сделайте все бедствия возможные для него. Но тот дух, который внутри его, та жизнь, то божественное присутствие, они не поколеблют этого человека. Он останется праведником, он останется верным пред Богом». И все-таки встает вопрос, почему сложнее всех складывается жизнь у человека благочестивого, у человека праведного? Почему много скорбей приходит на жизнь на долю человека праведного? Хотя Слово Божие нам говорит, что от этих скорбей Бог избавляет его. Бог избавляет. Псалом 33, 18 стих. «Взывает праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет ей». Но к нему приходят эти скорби, приходят эти переживания, приходят эти трудности. Знаете, дьявол старается направить все стрелы в праведного человека. Ему не нужно в беззаконника или неверного, или человека, не знающего Бога, направлять стрелы. Вся его идея для того, чтобы увести праведного с праведного пути его. И поэтому на него направлены все стрелы лукавого. Почему праведник мешает? Мы всегда себе задаем вопрос. Почему в жизни людей, в обществе праведник всегда мешает? Потому что дела злых людей, они обнаруживаются при жизни праведного человека среди них. Знаете, я не хочу хвалиться ничем, но просто приведу из своей жизни пример. В обществе, в котором я нахожусь и долгое время работаю среди людей, среди нас, среди мейнтенанс, тех, которые находятся постоянно со мною, уже долгое время. Это люди, которые, спроси их, они скажут, да, мы верим в Бога, что Бог есть. Но это люди, которые живут так, как будто Бога нету, как будто Бог мертв. Они такой же жизнью живут. И что интересно, что всякий раз, когда они хотят сказать что-то пошлое, что-то гнилое, они говорят, Владимир, закрой уши. То есть всякий раз человек, который живет и мешает им, они стараются избавиться от такого человека, чтобы он не присутствовал, потому что дела беззаконников, дела людей таких обнаруживаются при жизни праведного человека среди них. Знаете, праведник просвещает людей, открывает истину Божью и показывает, наконец, нечестиво. Так нам говорит Слово Божье. Жизнь праведного, она пересекает и пресекает все беззакония. Апостол Петр в 1-м послании во 2-м главе, 15-м стихе говорит, «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Оказывается, жизнь праведника, она обогащает общество, но общество не хочет принимать это, потому что дела их злы. Посмотрите, вот библейский пример, Даниил, когда жизнь его, казалось бы, находясь в этих обстоятельствах, в этих условиях, и когда люди видели и завидовали жизни его, его, может быть, благополучию и успеху в делах, может быть, царствия, где он был поставленный, и эти люди беззаконные нашли причину, по какой можно было найти этого человека виновным в законе. И они все сделали. И сокращая мысль мою, когда брошен был Даниил в ров, в львиный ров, да, и мы видим, что Дарий приходит рано утром, он понимал, что потерял человека, и, казалось бы, не открывая, может быть, устья этой ямы, он обращается и говорит, Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя? Мог ли избавить тебя от львиных челюстей? И Даниил говорит, Бог послал ангела своего, потому что я не сделал ничего виновного пред Богом, и пред тобой царь ничего не сделал. Посмотрите, что жизнь, жизнь благочестивого человека всегда мешает кому-то. Мы видим, что жизнь благочестивого человека, она порой приобретает других людей. Мы знаем из истории Руфи и Наимени. Казалось бы, столько скорбей было у Наимени, и Руфь видела вот эти скорби, которые пережила ее свекровь, но она потянулась к Богу, потому что видела в ней праведную жизнь, которая наполняла ее. Сегодня перед молитвой в Братской было прочитано место Священное Писание, братья и сестры. Наша жизнь, она должна отличаться, отличаться от жизни мира другого, в котором мы находимся, от людей, среди людей, в которых мы вращаемся. И Слово Божие, сам Христос говорит, что если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царствие Небесное. Знаете, кажется, настолько это так жестоко, вроде кажется, мы будем стараться всеми своими силами, а Христос сказал, если она не превзойдет праведности тех, которые показывали на показ, да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы жизнь наша, праведная жизнь наша, она свидетельствовала этому миру о том, что мы не такие, как этот мир, чтобы мы могли быть добрым примером, чтобы этот мир видел этот добрый пример праведной жизни нашей. Да благословит он нас в этом. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok